Танковые гонки 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 Если же противник едет позади вас, вы стреляете вслепую, вам надо следить за трассой и вы просто можете попадать случайно по своим союзникам, которые двигаются позади вас. То есть стрелять по противникам, которые двигаются позади вас не очень удобно. В то время как если пустить его немножко вперед, то наносить ему урон гораздо будет удобнее. Кстати не особо рассчитывайте на автоприцел, если вы движетесь с противником практически вровень. В этом случае автоприцел будет идти позади танка противника и вы просто не будете в него попадать, ваши выстрелы будут бессмысленные. Лучше всего немножко отпустить его вперед. Кстати обратите внимание, я притормозил сейчас при прохождении вот этого участка, таким образом я прошел его без помарочек и не потерял на нем скорость. Если бы я вошел на полном скорости, я бы ударился по борт и соответственно потерял бы очень сильно скорость. То есть из этих вот мелочей и складывается как раз таки победа. Только имейте ввиду, что если вы будете единственной в команде очень быстро проходить дистанцию, а ваши союзники сильно от вас отстанут, то в этом случае вы рискуете либо потерять своих союзников, их просто числом задают, либо вас задают числом, если противники окажутся такими же быстрыми как и вы. Поэтому старайтесь не кучковаться со своими союзниками, но в то же время и не растягиваться с ними очень далеко. Вот вам простой пример. Команда противников очень сильно растянулась. Мы тут же даем по тормозам и уничтожаем противника по фокусу. То есть я даже не поленился сдать назад, потому что он единственный, кто здесь может доехать до захвата базы и начать ее сбивать. И соответственно остальные еще очень далеко, поэтому мы его просто уничтожаем и идем спокойно брать базу. Следующий совет. Если бочки и всякие машинки, ящики, которые разбросаны по трассе, они абсолютно для вас никакого влияния на скорость не оказывают, то есть вы их разрушаете очень легко, то всякие вот домики, например, как вот эти вот стоящие здесь, они способны очень сильно вас замедлить. Поэтому старайтесь их объезжать и не врезаться в них. Хотя, с другой стороны, для меня вот в этом моменте был плюс, то что я немножко отпустил противника вперед. Но противник не дурак. Кстати, обратите внимание, лупит по мне голдой и пропускает меня немножко вперед. Таким образом ему по мне удобно стрелять. Видите, наносит спокойно урон постоянно, но везет иногда урон не проходит. Кстати, обратите внимание, мы сейчас достаточно плотно идем с моими союзниками в одну цепочку и, проходя повороты, в такие моменты достаточно сложно, то есть мы друг другу мешаем. Есть еще одна хитрость, сейчас вы ее увидите, когда вы перепрыгиваете вот эти вот металлические трубы, здесь есть опасность. Я не знаю, от чего это зависит, но в определенные моменты можно вот так вот носом воткнуться и, соответственно, в вас влезет ваш союзник. Соответственно, после этого вы потеряете немножко хп, ну прям совсем немножко, но самое главное, вы потеряете немного скорости. К счастью, в данном режиме очень мощные двигатели, поэтому танки очень быстро скорость свою восстанавливают. Противники в этом заезде нам попались очень суровые такие, лупят голдой, причем действуют, как я уже говорил, достаточно грамотно, отпускают нас все время немножко вперед, для того, чтобы им было по нам удобно стрелять. Но ничего, у нас есть козырь в рукаве, благодаря которому мы, в конце концов, должны в этом бою победить. И об этом козыре я рассказывал в предыдущем видео, сейчас я вам об этом расскажу. Ну, точнее, как покажу, я вам даже наглядно это все расскажу. Подходит гонка к своему логическому завершению, по мне фокусирует огонь, то есть, обратите внимание, очень активно стреляют и спереди, то есть, уже слева он, я его уже опять обогнал, он опять меня пропускает немного вперед, чтобы ему было удобно стрелять, но они ставят фокус, то есть, они уничтожают меня, им надо как можно больше с меня сбить хп. И то есть, как я говорил, вы видите, вы можете применять ихнюю тактику, они с меня уже половину хп сбили, то есть, я располовиниваю. И что происходит здесь? Здесь я вижу, что мы выходим на финишную прямую, и мне нельзя первым вылетать, потому что тогда им будет по мне очень удобно стрелять. Мы тут же останавливаемся и ставим фокус на танк, уничтожаем его по фокусу, тут я быстренько ориентируюсь, у кого из них меньше хп, ставлю фокус на второго, и мы начинаем его раздамаживать. Обратите внимание, я еду за ним, у меня хп гораздо меньше, чем у него, я наношу по нему таран и снимаю с него дофига хп, себя совсем чуть-чуть. Снова повторяю, смотрите, я уже шотный для него, немножко петляю, немножко петляю, мой союзник его таранит, смотрите, с моего союзника слетело мало, а этот уничтожен. Теперь я уже нагло действую, подлетаю к своим союзникам и даже хочу попытаться его затаранить, но, к сожалению, мне не получается. Не удается мне это сделать самому, но взвод приходит на помощь. Видите, благодаря тарану мы смогли их здесь очень быстро уничтожить, хотя бы хп мы им проигрывали. Вот так вот, мой взвод использует противоосколочный подбой и благодаря этому наносит меньше урона себе при таране. Ну и, соответственно, благодаря мастеру тарана больше урона наносит противник. Опять же, вы видите, по мне стреляют, мне выпетлять, но мы ставим фокус и обратите внимание, вот уже начался захват базы, захват базы идет и мой союзник раз и сносит хпшку противник. Вот в меня влетает, обратите внимание, с меня сняло 149 и 69, а с него сняло 300 там с чем-то, то есть в два раза больше и причем еще по нескольку разу. Вот, пожалуйста, еще 117, а с меня 62, то есть в два раза больше я сношу урона при таране. Да, я остался шотным, но мы очень быстро уничтожаем здесь противника на базе по фокусу. Вот такие вот маленькие секреты этого нового режима я вам раскрыл. Желаю вам победы в танковых гонках и до скорых встреч!